Возвращаемся к алгоритме Виклина. Ну, во-первых, о компьютерной реализации. Это совсем просто, но это надо понимать. Представьте себе, что у нас двоичная система числений. И вот есть какие-то там нолики, единицы. Вот это одно число. И есть нолики, единицы. Другое число. Мы хотим научить компьютер находить наибольший общий делитель двух чисел. Ну, конечно, можно делить состав. Но, заметьте, деление не такая же высокая операция. Нужно все-таки довольно много выполнять. А между тем, если мы хотим считать быстро, никакое деление не нужно. Посмотрите. Это двоичные записи, записанные А и В. Видите, что В делится на 2. Делится? Делится. А делится на В? Не делится. Мы всего лишь проверили последние одиннадцати. Значит, можно вот этот нолик зачерпнуть. Он все равно не влияет. И в общем случае. Если вам дали два числа не равных нулю. Ну, если одно из них ноль, то другое и есть ответ. А вот если не равны нулю, то если и то и то кончаются на ноль, надо этот нолик зачерпнуть и где-то себе сохранить двойку в качестве общего множества. И потом посчитать результат и вот на эту самую двойку умножить. А если, ну и соответственно, несколько ноль есть, то соответствующая степень двойки, да? А если в одном из чисел нечетное, а в другое четное, соответственно, нужно все. Отлично. А вот теперь смотрите. Не обязательно делить состав. Я могу написать число А. Дальше написать. Число В. И взять разность. Очень просто смотрите. Заканчивается на два нуля. Даже на три нуля. Здесь вот занят единицу. Один минус один – ноль. Здесь будет ноль. Ноль, ноль, один. Все же здорово. Я эти три нуля могу зачеркнуть. И задача свелась к задаче о вычислении наибольшего общего делителя числа записанного единицей, четырьмя нулями и единицей, и вот этого числа. Смотрите, делить не обязательно. Я теперь могу повторить то же самое вычисление. Ну, единственное, надо посмотреть сколькизначное число. Вот это пятизначное, вот это шестизначное. Значит, надо из шестизначного, из единицы, дальше четыре нуля, один, вычитаем один, 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 ноль, один. Что же это будет такое? Зачеркиваем возникшие два нуля, получили ответ один. Значит, наибольший общий делитель этих чисел – это единица. Поскольку я боюсь, что не все четко себе представляют, что же это за число в двоечной системе числения, то давайте напишем так. Вот что это за число? Это двойки, четверки, восьмерки, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь десять шесть. Было так. 293 минус двадцать девять. 293 минус двадцать девять – это 264. Когда выбирали три нуля, фактически делили на восемь. 264 разделить на восемь – это 33. 33. Отлично. Вообще-то это и есть число 33 в дворечной записи. Хорошо. Теперь из 33, вот здесь вот, мы вычитали 29. 33 минус 29, это 4. Отлично. Ну и поскольку ответ у нас должен быть нечетным, то настоящий ответ единица. Итак, компьютер может очень быстро, поскольку у него операция посмотреть на последний битик и операция сдвиг на один бит реализуются очень быстро, может очень быстро вычислять наибольший общий делитель в числе. Это одно содержание.